МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе на минувшей неделе. Несмотря на то, что Рязань – город провинциальный, тем не менее к нам иногда заглядывают звезды мировой величины. И балуют нас нестандартной музыкой. В этот раз рязанским любителям джаза повезло вдвойне. Программа, с которой приехал Даниил Борисович, востребована в разных странах мира. Необычное сочетание оперных арии с джазовым аккомпанементом можно было услышать во вторник, 7 октября. Хибла Гирзмава – певица, давно известная в оперных кругах, получила сумасшедшую популярность после участия в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. О том, что этот яркий эксперимент нелегко дался артистам, зрители вряд ли могут догадаться. Настолько гармонично звучит голос Хиблы под музыку Крамера. Однако совместная программа музыканта и певицы стала результатом многолетнего упорного труда. Новый сезон в Театре драмы открылся постановкой по знаменитой пьесе Шекспира «Король лир». В чем особенности режиссерского видения вечного произведения, мы расскажем в следующем сюжете. Премьерного спектакля рязанские театралы ожидали с самого начала сезона. Количество постановок по Шекспиру неисчислимо, и, казалось бы, увидеть что-то новое в знаменитой пьесе уже невозможно. Между тем, все, кто пришел в Театр драмы в пятницу 3 октября, познакомились с совершенно неожиданным прочтением бессмертного произведения. Время идет, зрители о чем-то удивляют. Вот такое ее новаторское, ну я даже не сказал новаторское, понимаете, на театре было все, все, все уже было, перебывало. Главное, как все это использовать. Нам было действительно очень сложно репетировать, потому что Гульнара в первую очередь преследовала в этом спектакле свою режиссерскую форму. Форма – это основа, соментирующая в этом спектакле. Жесткая форма. С одной стороны, конечно, возможно, она была права, потому что 24 артиста в спектакле, проходных ролей практически в нем нет, и чтобы все были интересны и заметны, нужна была такая жесткая форма. В этой форме, конечно, безумно сложно было существовать, просто актерски все это оправдать, и чтобы это органично и максимально приближено к правде. О том, что зрителей ждет вовсе не атмосфера древности, стало понятно еще до начала спектакля. Занавес, вопреки традиции, был открыт, а на сцене стоял ряд столов с микрофонами, словно вот-вот начнется пресс-конференция. После трех звонков появились герои, но не в пышных одеяниях, платьях или рыцарских доспехах, а в строгих костюмах бизнесменов. Безумно тяжело у нас шли репетиции, было очень много непонимания актеров и режиссера. Ну, в результате все-таки спектакль состоялся, и я считаю, что он есть, поскольку он создан по своим законам. Действия короля Лир Шекспир обозначил 9 веком до нашей эры. Сделал это великий драматург не случайно. Обращаясь к делам давно минувших дней, автор свободно поднимает актуальные для его времени общечеловеческие вопросы. Эта временная аллегория перенимается и режиссером. Проблемы, затронутые Шекспиром, своевременно и сейчас. Идея, на которой акцентируется наше внимание. Кто знает, что было в 9 веке? Но! И в чем моя позиция совпала с режиссером? Даже с той далекой поры, как 9 век до нашей эры, в людях-то ничего практически не изменилось. Порочная власть, воровство, коррупция, предательство, войны. Уж сейчас об этом все знают, что творится в одной Украине. Это просто страшно, что творится. Извинились только, как говорится, люди переодели другие пиджаки. А по сути, все осталось так. Даже еще более, мне кажется, в настоящее время расцвело более махровым цветом. Вот все вот эти наши людские пороки. На этот раз актерам Рязанского театра драмы довелось работать с московским режиссером Гульнарой Головинской. Декораций на сцене практически нет. Из реквизита появляются только столы и стулья. Герои Шекспира свободно расхаживают в проходах, сидят в зале, обращаются к гостям театра, тем самым превращая зрителей в участников трагедии. Немовый избитый прием, когда актеры берут, действительно, зрители, соучастники этого действия. То есть вводят и во время, и в обстановку. Тут ничего страшного нет. Согласиться или не согласиться с режиссерским прочтением Шекспира – дело каждого. Но о неординарности подхода спорить не приходится. Увидеть спектакль можно 4 и 11 октября, а также 7 и 15 ноября. Все мы привыкли с самого детства приходить в цирк в качестве зрителя. Ну а в этот раз знаменитые артисты Филатова предложили журналистам почувствовать, каково это – выходить на сцену в качестве артиста. Проект «Цирк со звездами» наверняка запомнился многим. А вот в нашем городе артисты Филатова решили устроить цирк с журналистами. И пригласили всю нашу многочисленную любопытную братью прямиком на арену. Именно там нам было предложено постичь секреты циркового мастерства вместе с настоящими артистами – жонглерами, клоунами, фокусниками. Очень много ездим по городам, очень много зрителей посещает цирки. А вот так, чтобы внутри, чтобы посмотреть, как это вообще все происходит и насколько это экстремально и бывает за душу очень хватает, то вот мы решили в этом году, тем более, что у нас такой большой юбилей, такой большой праздник, 95 лет, как основалась российская государственная цирковая компания. И поэтому мы решили, что вот есть такая возможность здесь, в Рязанском цирке, это сделать, показать закулисную часть и жизнь за кулисами. Здесь можно было попробовать все и сразу. Хочется быть дрессировщиком? Пожалуйста. А может быть жонглером? Без проблем. Некоторым больше по душе пришлась роль клоуна, но она заинтересовал местный маг и волшебник Владимир Максимов. Его профессия – творить чудеса и удивлять зрителей, больших и маленьких. Ну а самая ценная награда – удивленные возгласы и бурные аплодисменты. Это просто огромное удовольствие, когда ты вот выходишь и вдруг сделал трюк, и слышишь, когда люди там «Ооо, как это!» Своё мастерство Владимир продемонстрировал и нам. Монетка на месте, всё хорошо. Закрываем клоточком, накрываем. Прошу, держим. Раз, два, три. Открываем. А, где же монетка? Она у вас. Да, да, вы правы, но она у вас. И даже согласился раскрыть некоторые секреты. Смотрите, давайте мне опять же будем помогать. Когда вы открываете этот контейнер? Лисовывайте туда монетку, помогайте мне теперь. А, да, отходи сюда. Закрываем его со всех сторон. Зачем снял? Смотри, к ней я. Когда вы начинаете закрывать клоточком, вы сжимаете вот это тоже, как, боковые части. Прячете монетку, в это время передаете отличик. Смотрите, к всем. Монетка у вас в руках. Смотрите, к всем красивым. Главное отличить вас. И тогда чудо свершится. Ну, мы-то с вами понимаем, что главные секреты все равно остались за кадром. Но при желании их вполне можно постичь. Впрочем, как и все другие цирковые премудрости. Для людей есть, в принципе, преград. Нет, если человек хочет чего-то добиться, он может добиться это в любом, принципе, возрасте. Наверняка, но не так быстро. Во всяком случае, мы поняли, что азам эквилибристики за пять минут не научишься. Зато сколько впечатлений и эмоций. Я попробовала все, что здесь предлагали. Это жонглирование мячиками. На катушке попробовала удержать равновесие. Также под купол цирка взвивалась. И получила массу, называемых, впечатлений. То есть этот проект очень интересен. Сам по себе. То есть человек может почувствовать всю полноту того, что происходит на арене в момент представления. Попробовать себя в качестве жонглера или дрессировщика – это, конечно, здорово. Но моя мечта – подняться под купол цирка. Надеюсь, я ее сейчас осуществлю. Я умею летать! Мечта осуществилась. И, честно сказать, после этого возникло непреодолимое желание сменить профессию. Так, наверное, люди и влюбляются в цирк, увидев его случайно с изнанки. Вот только не всем предоставляется такая возможность. За это мы должны отдельное спасибо сказать династии Филатовых. Благодаря им мы поняли, насколько сложна, но в то же время интересна их профессия. Ну а все рязанцы могут насладиться мастерством цирковых актеров на представлении. Тем более, что их гастроли продлены до 26 октября. Ну а мы продолжаем рассказывать вам о домашних животных. И на этот раз главными героями нашего сюжета стали абиссинские кошки. В гости к Евгении Мычукан мы нагрянули не случайно. Поводом послужило желание познакомиться с ее лохматыми питомцами. Ведь в ее доме уживаются несколько совершенно необыкновенных пород. Огромные мейн-куны, изящная абиссинка и сомалистая кошка. Первый питомец появился в доме Жени 3 года назад. Кстати, инициатором этого стала не она, а ее муж. Муж мой. Увидев просто в интернете статью о том, как на мужчину упал кот и чуть не сломал ему шею, он заинтересовался, что это за кот. Прочитал про породу и начал постепенно штудировать интернет, изучать. Ну, в общем, потом получил, что он мне сюрпризом купил кошку мейн-кун. Но об этих плахматых гигантах мы уже рассказывали. А вот абиссинская кошка пока для нас остается загадкой. Эта порода в нашем городе еще недостаточно известна. Но те, кто знакомится с этими милыми созданиями, влюбляются в них с первого взгляда. Так было и с Евгением. На одной из выставок, так как мы регулярно посещаем выставки и выставляем свои животные, и все животные практически ститулованные, мы увидели абиссинцев. Была любовь с первого взгляда. Мы не могли оторваться от клетки с этими животными до протяжения всей выставки. И цвет необычный, и тело необычное, и вид, и уши. Ну, все-все-все как бы нас привлекло в них. Спустя полгода муж мне сделал очередной сюрприз, принеся в дом еще абиссинскую кошку. Считается, что предками абиссинок были древние кошки, обитавшие около двух тысяч лет назад на территории Абиссинии, в современной Эфиопии. Эти животные считались священными, и держать их могли только фараоны и члены их семей. Поэтому грациозность и королевское достоинство у абиссинской породы в крови. Вместе с тем они обладают удивительно нежным характером. Ну, сказать, что они добрые, общительные, ласковые, ничего не сказать. Это у нас все кошечки такие. Правильно? Абиссинцы, они совсем другие. Они самые, наверное, любопытные. На себе испытали, когда зашли. Первый, кто к вам пришел, это абиссинская кошка. Понюхать, кто пришел. Вот так же она сует свой нос во все буквально. Если я стираю, она сидит на стиральной машинке. Если я что-то мою, она сидит рядом. Она везде во все. Если заработала мясорубка, все в расцепную. А она... Что случилось? Абиссинцы обычно очень ласково. Мурчание – это наиболее часто издаваемый ими звук. Внешность соответствует их характеру. Грациозно вытянутое тело, кленообразная форма головы, большие уши и очень выразительные глаза, медали видной формы. А еще у них совершенно необыкновенный окрас. Так называемый тикинг – это каждый волосок окрашен в два, а то и в три разных цвета. Поэтому такая получается, как переливающаяся шубка у нее. Семья Евгения крестила свою абиссинку Аришей, но чаще зовут они ее мартышкой за любопытный нрав. А вот ее подружка, сомалийская кошка Ибица, на сегодняшний день единственная представительница этой породы в Рязани. По сути, это та же абиссинка, только полудлинношерстная. В общем, если вы хотите, чтобы в вашем доме был покой, уют и вас ждал верный, преданный и нежный друг, то вам стоит задуматься о том, чтобы завести кошку одной из этих пород. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова